Вторая часть, потому что у меня почему-то прервалось. Друзья, мы не будем сегодня читать всю книгу Откровения, потому что, доктор Твой, мне сегодня напомнил только два местописания, что мы должны искать прежде Царство Божие в своей жизни, через себя, и как поклоняются на небе. Что это значит, искать Царство Божие внутри себя, чтобы остальные молитвы, нужды, проблемы наши были отвечены Богом. Как мы должны, что это Царство Небесное, как его искать в своей внутри, как поклоняться Богу, ни о чем не просить, потому что Бог прежде нашего прошения знает наши нужды. Откровение, четвертая глава, друзья, седьмой стих, описывается, как поклоняются на небе животные и святые на коленях, падают на колени, написано, поклоняются Богу, и перед Богом ложат свои венцы и поклоняются Богу. Свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и гордет, друзья. Это одно единственное, мне сегодня Бог объяснил. Одно единственное, о чем это Царство Небесное внутри вас, прежде всего ищите Царство Божие, остальное все приложится. Друзья, остальное все приложится, Дух Святой говорит, остальное все приложится. Прежде Царство Божие ищите. Поклоняться Богу, как на небе поклоняются, на коленях низ перед Богом, и постелают, ложат свои венцы перед Богом, и на коленях низ поклоняются Богу. И взывают, свят, свят Господь Саваоф, друзья. Друзья, смотрите, написано в 4 главе 5 стих, что от престола исходят молнии и громы и гласы, исходят от престола. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, дорогие, Дух Святой говорит, прежде Царство Божие ищите, остальное все приложится вам. И я утром сегодня получила сильное откровение на это место Писания, чтобы прежде Царство Божие я искала, и вы искали. Смотрите, вот так поклоняются Богу на небе. Свят, свят Господь Саваоф, Бог Свидержитель, Который был, есть и грядет. И святые падают ниц перед Богом и покладают свои венцы перед Богом. И Бог говорит, это мы, друзья, прежде Царства Божие ищите, остальное все приложится. Мы встаем утром, когда только проснулись, мы падаем ниц перед Богом, на небе падают святые ниц перед Богом, и взывают к свят, свят Господь Содержитель, поклоняются Богу. А мы, проснувшись утром, поклоняемся так Богу, днем и вечером, мы так поклоняемся Богу, Свят, свят Господь Саваоф. И животные, и святые. Смотрите, вокруг престола, и животные, и святые. Иоанн Креститель говорит, смотрите, книга Откровения, 4 глава, 9-10 стих. Они поклоняются святые Богу вокруг престола. Мы поклоняемся Богу так с утра пораньше, и вечером перед сном. Мы смотрим сериалы, потому что нам скучно, или мы поклоняемся Богу перед сном. И утром, проснувшись, чтобы был благословенный у нас день, и чтобы была благословенная ночь, мы перед сном славим Бога. Мы утром славим Бога. Воздаем Ему славу и хвалу, как на небе молятся и воздают Богу славу, друзья. Бог говорит, прежде Царства Божьего ищите, остальное все приложится вам. Это очень большое откровение, друзья. Если мы будем с утра поклоняться Богу, целый день поклоняться Богу, славить Его, то все остальное, что в нашей жизни, оно нам приложится. Это Слово Божье, Бог не обманывает. Сегодня около 5 часов утра Дух Святой со мною говорил, давал мне откровение на это место Писания, и Дух Святой мне советовал так жить, славить Его и благодарить, и поклоняться Ему, как на небе, вот поклоняются и славят, написано. Это Ревелэйшн, это Откровение 4, 9, 10, друзья. Читаем. Если мы так будем поклоняться Богу, то все наши нужды Бог исполнит, все остальное приложится вам. Написано. Матвея 6, 33. Матвея 6, 33. Перед же Царства Божьего ищите и правды Его, и остальное все приложится вам. Все наши нужды, просьбы и молитвы приложатся, если мы будем славить Бога, как поклоняться Богу, жить для Бога, искать Царство Его и истины, жить в Царстве Божьем, искать Царство Божье, славить и поклоняться Богу. И остальное все приложится, друзья, вы как хотите. А мне сегодня Дух Святой это открыл. И не нужно будет нам поститься по 40 суток и плакать, и изнемогать, молить Бога о множество нужд и ждать ответа. Нам не нужно будет это делать. Если мы прежде будем искать Царство Божьего и правды Его, то остальное нам все приложится. Бог воздаст нам на все наши нужды, друзья. Как в Царстве Божьем поклоняются Богу. Святые, они уже ни в чем не нуждаются. Написано, что они поклоняются Богу. и взывают свят, свят Господь Саваоф. Чарство Божьем славят Бога. А мы так славим Бога. Откровение 4 главе это описывается, друзья. Если бы мы так славили Бога, то остальное все приложится. Когда проснулись, славим Бога. На небе падают ниц перед Богом, написанную. И покладают перед Богом свои венцы. Это означает всю славу Богу отдаем. И взывают свят, свят, друзья, на небе. Уже на небе спасенные. А мы славим Бога так на земле? Или мы от скуки издыхаем от скуки, изнемогаем и смотрим сериалы и увлекаемся пьянством, куревом, блудодейством и различными грехами. И сидим у телевизоров, друзья, пару дней назад я проснулась глубокой ночью от ужаса. Мне Бог показал, что с теми людьми, которые смотрят мирское в интернете, которые смотрят художественные жизненные фильмы. Как вы говорите, это жизненные фильмы, друзья, жизненные фильмы это Библия. и мне Бог показал во сне те люди, которые питаются каждый день из интернета развлекательные фильмы разные, в них входят животные, морские чудовища, осьминоги и живут в них и пожирают таких людей изнутри. И они живут с этими бесами, с этими духами нечистыми, такие христиане, которые смотрят и питаются из экранов интернета не проповедями, а какими-то художественными фильмами, играми, шоу, то в таких людях живут бесы и сжирают таких изнутри. И они уже не ходят во славе Бога. Да, может, Бог по милости своей их спасет, как головня из огня через собственные страдания. Это очень страшно. А для тех остальным верующим Бог говорит прежде Царства Божьего ищите и славе Его, остальное все приложится вам. Мы ищем Божьего Царства и Его истины и правды с утра и ночью и днем и перед сном и в начале дня ранним утром мы падаем ниц, как на небе перед Богом и славим Бога и ищем Его Царство в себе через себя. Мы живем в Царстве Божьем, друзья, славим Бога, прославляем Его, потому что мы уже посажены с Иисусом на небесах. Тогда все наши нужды приложатся нам, друзья драгоценные. Все наши просьбы и молитвы Бог исполнит, если мы будем жить в Его Царстве с утра и до ночи и ночью и днем и утром и вечером славить Бога. на небе славлят Бога. На небе славлят Бога святые, а мы на земле славим Бога. и честь и слава благодарения Богу живущему во веки веков с утра и вечером днем и ночью на небе славлят Бога, а мы не славим Бога, а мы стянаем плачем и просим друзья, а Бог говорит прежде Царства Божьего ищите, остальное все приложится. Остальное все приложится, если мы будем искать славы Божьей, Царства Божьего, силы его в себе, через себя, в своих домах, друзья, не в телевизорах, не в интернетах, а поклоняясь Богу, падая низ перед Богом, остальное все приложится драгоценное. Это говорит Господь. Божьего poet and old звен г Боже, небо и земли, небо твое. Если не ты, Боже, не хочешь, сердце мое отдады. Боже, если не ты, то кто же? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, включаем такие псалмы прославления утром и перед сном, когда мы не на работе. И вместе с такими псалмами мы славим Бога, падая ниц на коленях перед Богом, тогда Бог исполнит наши желания, наши нужды восполнит. если не ты, Боже, если не ты, то кто же? Друзья, не смотрим, не смотрим на одежду, слушаем слова драгоценные. Субтитры создавал DimaTorzok Храни нас, как зеницу ока Твоего, в тени крыл Твоих укрой нас. Храни меня, Господь, и мою семью. Храни меня, Господь, и мою семью. Храни меня, Господь, и мою семью. Прежде Царства Божьего ищем, и силы, и славы Его. И остальное все нам приложится, драгоценные. И не надо нам будет издыхать, молиться и поститься. Бог говорит, прежде Царства Божьего ищите, остальное все приложится.